В эфире новости информбюро. Это специальный выпуск. Мы продолжаем информировать вас о событиях в Казахстане. Силовые структуры примут все необходимые меры по полному восстановлению порядка в стране. Об этом сегодня заявил президент Касым Жмар-Токаев на очередном заседании оперативного штаба. Правоохранители ситуацию взяли под контроль во всех регионах. Далее Насипова расскажет подробнее. Главе государства доложили, что принимаются меры по восстановлению порядка. Выставленный блокпосты объединенному миротворческому контингенту государств участников ОДКБ под охрану передали ряд стратегических объектов. Силовые структуры продолжают зачистку населенных пунктов. Задержали уже 5800 человек. Из них значительная часть иностранцы. Возбуждены 125 уголовных дел. Касым Жмар-Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах. А также оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных, коммунальных объектов. Сегодня же Касым Жмар-Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства выразил признательность российскому лидеру за поддержку в принятии решения по вопросу о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия и восстановления конституционного порядка и законности. В телефонном разговоре Касым Жмар-Токаев отметил, что ситуация в стране стабилизируется. Но очаги террористических атак сохраняются и борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью. Глава государства предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Несмотря на чрезвычайное положение, завтра в Казахстане рабочий день, школьные каникулы продлены до 17 января, студенты отдыхают до 24 числа. Даля Насипова, Нуркенток, Мурзин, информбюро, Нур-Султан. Алматы восстанавливается после массовых погромов. Постепенно в городе начали открываться дополнительные магазины торговых сетей. Принимать клиентов начали аптеки, рынки и автозаправочные станции. Власти города сообщили, что запасов продовольствия на складах дистрибьюторов достаточно. Как идет работа по восстановлению жизни в мегаполисе, расскажет Нургали Карабаев. Алматы постепенно начал восстанавливаться после массовых беспорядков и погромов. На сегодня в городе уже работают 28 филиалов супермаркетов «Магнум», «Смол» и «Тоймарт». После обеда власти города обещали открыть двери еще 39 филиалов этих магазинов и заверили, что запасов продовольствия в городе достаточно. Сегодня заработали и оптовый рынок «Бары», «Салматы-1», «Яростан». Еще 23 продовольственных рынка должны принять покупателей в течение двух суток. В штатном режиме функционирует и хлебозавод «Аксайнан». Несмотря на то, что 15 аптек пострадали во время беспорядков, основная часть работает, но только с 8 утра до 6 вечера. 900 аптек всего по городу, порядка 80% они сегодня работают. Ну, понятно, что все перечисленные объекты, они работают в дневном режиме, до наступления темноты. Здесь, значит, только у нас актуальный вопрос, связанный с обеспечением лекарственных средств и медизделий со стороны крупных дистрибьюторов. У них запасов на двухмесячный период у всех имеется, но все работают в основном серверно и через интернет. Сейчас, вчера мы по продовольствию основные ключевые точки подключали. Я думаю, что сегодня до вечера вопрос с этими дистрибьюторами также решим. На АЗС все еще наблюдаются длинные очереди. Сейчас в городе автомобили обслуживают 44 заправки и 30 должны приступить к работе. При этом стоимость газа снижена до 70 тенге. Тем временем некоторые предприниматели, пострадавшие от мародеров, ждут криминалистов, чтобы они взяли отпечатки преступников и приступили к восстановлению магазинов. Это один из магазинов электробытовой техники «Технодом». Мародеров здесь не только воровали, но и крушили все подряд. Оборудование, стеллажи, технику. Причем брали не только дорогие товары, но еще дешевые. Интересно, что здесь можно найти вот такие старые кроссовки. Видимо, они то, что украли в ТРЦ, новую одежду, сюда пришли, переоделись и уже с другой техникой, товарами отсюда уже выбегали в новой одежде. В целом по стране только у сети магазинов «Технодом» пострадали 17 магазинов. Предварительная сумма ущерба товаров, не считая оборудования, зданий, свыше 6 миллиардов тенге. В магазине говорят, что мародеры действовали слаженно и организованно. Например, во время первого налета брали только самое ценное. Во вторую ночь уже приезжали на грузовом транспорте без номеров и выносили все подряд. И крупную технику, и мелкобутовую, и отчаянники, сковородки. Выносили все подряд и уже занимались погромами. Все записи с камеры видеонаблюдения будут переданы сотрудникам правоохранительных органов. И также товары, которые имеют и МЭКОДА, это сотовые телефоны и планшеты. На данный момент в целом только по Алматы ущерб бизнеса оценивается 80 миллиардов тенге, а по Казахстану превышает 90 миллиардов. Малому и среднему бизнесу государство окажет помощь. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. И уже завтра в Алматы начнет работать общественный транспорт. Но на улице города выпустят не все автобусы, а лишь 11 маршрутов. Завтра мы запускаем 11 маршрутов в количестве 130 единиц. Эти автобусы будут ездить по основным магистральным улицам. И время работы – это с 7.45 утра до 8 вечера. По остальным дням, по мере улучшения ситуации, мы будем дополнительно сообщать, когда и сколько маршрутов будет. Мы уже над этим работаем, но мы ждем команды от центра. Вот номера маршрутов, которые будут работать 10 января. Исходя из ситуации в городе, постепенно изменится количество маршрутов и расписание. Алматинский метрополитен пока будет закрыть до окончания режима ЧП, который действует до 19 января. Пока в Алматы не могут принимать детей детские сады и мини-центры. Сегодня в Академии погранслужб простились с погибшими курсантами и офицерами. На церемонию прощания приехали родные погибших героев. В военном заведении их проводили с почестями. В ходе проведения контртеррористической операции в городе погиб полковник Андрей Кобзенов. Остальные погибли при перестрелке, которая возникла на КПП Академии погранслужбы КНБ в момент, когда бандиты пытались проникнуть в заведение. Капитан Жандос Жалагабаев и курсанты Адильхан Жаик, Даулет Купарбеков и Бетимир Хан. Курсанты отчаянно боролись с террористами, но были убиты. В Алматы похоронили полковника Кобзенова. Тела остальных придадут земле в Жаркенсе, Сарагаше, Урджаре и Вактаву. Жаик всегда мечтал быть военным. С детских лет мечтал. Он все-таки поступил в Академию и так гордился этим. Он был спортивный, воспитанный и буквально перед Новым годом привез медаль. Тогда я видела его в последний раз живым. Во время ликвидации террористической угрозы погибли 16 полицейских. Их имена навсегда войдут в историю как героев. Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые полицейские, которые пострадали при атаке террористов, несмотря на полученные травмы, продолжают нести службу. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Командир взвода Бауржан Касымов служит в полиции три года. Во время ночных бесчинств мужчина со своими сослуживцами находился в гуще событий. Не обошлось без травм. Полицейскому сломали руку. Несмотря на то, что врачи открыли ему лист о нетрудоспособности, Бауржан на больничный уходить отказался. Один из хулиганов бросил в мою сторону огромный камень. Защищаясь, я закрыл лицо руками. В итоге перелом. На скорой меня доставили в поликлинику, где наложили гипс. С ушибами и ссадинами, поломанными руками, полицейские шумгента продолжают нести службу. По официальной информации, различные телесные повреждения получили 45 сотрудников полиции. Еще один в больнице. У многих переломы. Два сотрудника получили огнестрельное ранение. Но никто не собирается отлеживаться. Все несут службу, несмотря на полученные ранения. Мы оказываем им помощь прямо на месте. Сотрудники департамента полиции шумгента работают в усиленном режиме. Третьи сутки горожане спят спокойно, без звуков выстрелов и взрывов. Но возле городского акимата по-прежнему круглосуточно бойцы ОМОНа. МВД обнародовало кадры зверствых экстремистов, снятые на видео жетоны полицейских. Жестокость нападавших поражает. Целыми группами они набрасывались на одного человека и буквально забивали свою жертву. Как сообщалось, ранее погибли 16 правоохранителей. Различные ранения получили 1300 человек из числа военнослужащих Национальной гвардии и полицейских. Всего в ходе беспорядков задержали более 5000 человек. При этом 134 из них водворили в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы возбудили 125 уголовных дел по фактам убийств, краж и разбойных нападений. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ирланд Тургумбаев сообщил хронологию возникновения беспорядков, начиная со 2 января в Мангистаусской области до терактов в Алматы. Он отметил поразительную организованность преступников. Протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечалась дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части. По периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции. Кто и зачем устроил погромы с человеческими жертвами в Казахстане? Спросим у общественного деятеля Бекнура Кисикова. Добрый вечер, Бекнур. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, очевидно, что такие зверства, о которых все-таки рассказывают очевидцы, наши граждане не могли устроить. Кто все-таки орудовал в Алматы? Абсолютно хочу сказать, что мы мало верим, что это действительно были наши граждане, потому что такой вандализм, такое варварство против своих городов, против Алматы, это невозможно предсчитать, что это местные. Конечно, есть версии, что это международная организация, международная террористическая организация, которая заинтересована в дестабилизации нашей страны. А вот такая масштабная террористическая акция, она весь Казахстан захлестнула, да? Как вы считаете, как долго она готовилась, как долго они шли к этому, и потом они воспользовались и мирными митингами? Да. Такие акции, конечно же, не готовятся ни за один день, ни за один месяц. Такие акции, как минимум, готовятся за год, а, возможно, даже за несколько лет. Конечно же, это очевидно, что люди готовили заранее и ждали какого-то своего часа X. Поэтому я говорю, что мы проспали эту операцию, мы проспали этих людей в течение, может быть, года, а, может быть, несколько лет. Спасибо вам, Бекнур. У нас к вам есть еще много вопросов, и мы обязательно полную версию интервью наши телезрители смогут увидеть уже после вечерних новостей в 21.00. Ситуация в банковском секторе стабильная, сохранность денег вкладчиков обеспечена. Об этом заявили в агентстве по финрегулированию. Они заверили, что террористы при нападении на банки захватили личные средства финансовых организаций. Со счетом вкладчиков ущерб не нанесен. С завтрашнего дня банки постепенно начнут работать. В регионах, где риски сохраняются, время приема посетителей будет ограничено. Онлайн все услуги доступны. У банков достаточно капитала для бесперебойной работы, сообщили в агентстве по финрегулированию. Банки и микрофинансовые организации не будут начислять пеню и штрафы и предоставят отсрочку по выплатам на период действия режима ЧП, то есть до 19 января. Это касается и тех, кто из-за отсутствия интернета не смог платить за ипотеку онлайн. Но вот будут ли помогать тем, чью авто сгорело во время беспорядков, еще не ясно. А пострадали сотни автомобилей. Количество еще подсчитывается. Среди них не только машины спецслужб, но и имущество обычных горожан и СТО. На это СТО частного лица напали мародеры. Сгорело оборудование, запчасти, само здание и все машины, находившиеся внутри. Это десятки авто, загнанные на ремонт. Теперь их владельцы получат только сгоревший кузов. И непонятно, кто будет возмещать миллионный ущерб. Владельца СТО на месте застать не удалось. Очевидцы рассказывают, что 4 января он сам тушил пожары и был в отчаянии. Последние несколько дней СТО осталось без присмотра. Всем, чьи машины пострадали при ЧП, автоэксперт советует зафиксировать повреждения и после просить компенсацию у страховых компаний и государства. Тем, у кого обычная страховка ГПО, им придется обращаться в суд и пытаться у государства получить деньги. Но, как сказать, этот случай такой вот, дадут либо не дадут, непонятно. И тем, у кого страховка КАСКО, те могут рассчитывать на полную выплату. Но, если им будут отказывать, могут обращаться в суд. Тем, кто погиб во время беспорядков, некоторые банки решили простить кредиты. А по пострадавшим каждый случай рассматривается индивидуально. Если тем, чью авто сожгли, не поможет государство, то ущерб ляжет на плечи горожан. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы Атака боевиков стала серьезным испытанием для алматинцев. Как люди переживали это непростое время. Давайте послушаем. Немножечко страшновато. А что в центре делается? Это вообще кошмар. Будем надеяться, что все пройдет. Все будет хорошо. Хочется, чтобы все закончилось и все начать. Год так хорошо начинался. Все прекрасно, все хорошо было. Мы приехали с Уральска отдыхать сюда. Как раз пятого приехали. И вот этот пятый вечер все это началось. Конечно, мы не ждали такого события, не знали даже. Мы очень возмущенные, злые. Что еще можно сказать? Очень жалко. Даже не верится. Когда смотришь в новостях, что действительно город разрушен, это как будто нереально. И прям боль за город. Хочется просто вот самой пойти, все это строить. Сейчас вот успокоиться. Пойдем волонтерами работать. Убираться, строиться. Готовы помогать. Готовы помогать. Мы переживали, но ничего. Обошлось. Сейчас уже более спокойно. Все работает. То, что разрушены здания, это, конечно, неправильно. Это, я считаю, что это делали люди и провокаторы. Алматинцев накануне напугали звуки сирены. Заместитель Акима поспешил успокоить жителей. Тревожный сигнал призван напомнить горожанам о начале комендантского часа, пояснил Иржан Бабакумаров. Сирена срабатывает меньше, чем за два часа до наступления ограничений, чтобы горожане успели добраться домой. Напомню, в Алматы комендантский час действует с 23.00 до 7 утра. Власти мегаполиса в очередной раз напоминают, в это время важно оставаться дома, по возможности не подходить к окнам. Несмотря на то, что ситуация в Алматы стабилизируется в ряде районов, продолжается зачистка от боевиков. Террористы оказывают вооруженное сопротивление силовикам. Продолжается контртеррористическая операция в Алматинской области. Областной комендант Серик Удебаев сообщает, что ситуация под контролем, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Но в регионе все еще сохраняется красный уровень опасности. На въездах в Талдыкурган установлены блокпосты, у водителей проверяют документы. Полицейские страны вынуждены тратить время и силы на нарушителей комендантского часа из числа мирных жителей. Несмотря на многочисленные предупреждения, казахстанцы продолжают проявлять поразительную беспечность. В Карагандинской области за нарушение комендантского часа полицейские задержали и доставили в отделы полиции 128 человек. 86 из них грозит административная или даже уголовная ответственность. При них были запрещенные предметы или же их уличили в других правонарушениях. Людей без документов, удостоверяющих личность, полицейские вправе задержать на срок до 48 часов. Правоохранители напоминают, что за нарушение режима, ЧП, законом предусмотрено наказание в виде штрафа более 30 тысяч тенге или административный арест до 10 суток. Кроме того, если граждане слышат команду «стоять», они должны остановиться и подчиниться требованиям полицейских. При сопротивлении первый выстрел будет предупредительным, а второй – на поражение. Мегаполис Алматы еще не вернулся к привычной жизни. Не хватает продовольствия, лекарств, горючего. Многие учреждения, особенно больницы, нуждаются в продуктах. Полицейские, военные также остаются без элементарной еды и воды. Алматинцы как могут помогать друг другу. Люди сплотились вокруг большой беды. Строительная отрасль объявила о готовности восстанавливать город. Оскар Мендубаев расскажет о помощи в этот трудный период. Не остались в стороне депутаты городского масляхата, объединившись с бизнесменами и волонтерами. Они организовали продовольствие. Сейчас эта помощь будет распространяться по медицинским учреждениям, социальным объектам и нуждающимся гражданам. Несколько десятков тонн мяса, куриц и круп сахара сейчас разгружают в одном из районов города. Здесь также питьевая вода и огромное количество коробок с хлебом. Первую партию готовятся отвезти сначала в детские больницы, а потом и в другие медучреждения. Мы организовываем сейчас поставки продовольствия и продуктов питания в 10 больниц города на тот период, пока есть перебои с поставками. Эти продукты пойдут медикам и пациентам, лежавшим в больнице. Всего организовано 21 тонна продуктов. Это мясо, курица, мука, сахар, соль и другие продукты. Яйца, хлеб вы видите. Порядка где-то 35 миллионов тенге. Это первая помощь на три дня, когда есть проблемы с поставками. А это уже кухня одного из ресторанов города. Здесь уже третий день готовят еду, готовят и сами развозят. На свой страх и риск рестораторы, волонтеры, бизнесмены, просто неравнодушные граждане готовят обеды, пищу, сухие пайки для военнослужащих, для полицейских, для больниц и развозят все это по городу. Эта пища также идет для сотрудников скорой помощи, врачей других медучреждений, для детских домов и, конечно, для тех, кто пытается охранять в нашем городе спокойствие. Меню самое простое – это макароны, рис, мясо. Здесь также готовят сухие пайки. Это инициатива рестораторов. Бизнесмены на свои средства покупают продукты, бензин, составляют списки и развозят пищу по точкам. Сегодня до 14.00 было уже готово 3200 обедов и сухих пайков. Работа не останавливается. Все алматинцы и все, что сегодня происходит, не должно проходить мимо нас любого. И я думаю, что любой из нас поступал бы именно так, была бы возможность. Сидеть и наблюдать со стороны нет желания и хочется помочь. Помогать мы начали, наверное, с 5-го числа. Это были первые наши выезды. Кого мы могли охватить, мы охватили, потому что просили помощи. И все прекрасно понимают, что голодными мы много чего не сделаем. Свою помощь предложили и строители. Сейчас Союз строителей готов предоставить 5000 человек и технику для восстановления мегаполиса. Более 10 крупных компаний выразили свою готовность. Мы как Союз строительной отрасли Республики Казахстан готовы принять активное участие в восстановлении города Алматы. Мы готовы предоставить необходимую специальную технику, необходимые человеческие ресурсы. Мы любим наш город и полностью поддерживаем все предпринимаемые главой государства меры по обеспечению безопасности и стабильности. Алматинские юристы понимают, что сейчас как никогда нужна их помощь. Особенно тем, чей бизнес пострадал при нападении мародеров. Одна из таких компаний готова бесплатно консультировать всех, кто столкнулся с такой проблемой. И нашим гражданам сейчас необходима юридическая помощь. Я как генеральный директор международной юридической компании готов каждому гражданину помочь по юридическому вопросу. И еще хотел бы пару слов сказать. Предприниматели малого и среднего бизнеса, причиненный ущерб, пусть они фиксируют документально. Потому что завтра, когда государство будет выплачивать причиненный материальный и моральный ущерб, то тогда это все нужно будет подтвердить документально. В связи с чем я готов помочь всем нашим гражданам по всем юридическим вопросам. Граждане объединяются вокруг общей беды. Предприниматели, юристы, продавцы и простые люди готовы помогать друг другу. Но не стоит забывать о том, что в городе все еще продолжается спецоперация, и необходимо соблюдать все меры предосторожности. Аскар Медубаев, Влад Шишко, информбюро Алматы. Ситуация в Алматы остается сложной. В больницах врачи работают круглосуточно, спасая жизни пострадавших во время беспорядков. Неравнодушные алматинцы уже несколько суток тоже на ногах. Они развозят для наших медиков горячее питание. К нам в студию информбюро пришла волонтер, со-руководитель общественного объединения Ялматинец Саида Таукелева. Саида, добрый вечер. Здравствуйте. Саида, вот скажите, уже знаю, что вы несколько дней без сна. Кому именно вы помогаете, кому волонтеры помогают? Сколько неравнодушных жителей все-таки пришли на помощь? Ну вот, скажем так, для нас это не первое ЧП и, скажем так, не первое мероприятие, которое мы вообще проводим после Арысии, после пандемии. Поэтому мы быстро мобилизовались. У нас работают 17 мобильных бригад по 2 человека, в основном только мужчины. Развозят горячие обеды, развозят еду, сухпайки. Сотрудникам медицинских учреждений абсолютно всех по городу Алматы. Сотрудникам полиции, ДПС, ДВД. Также военным, которые на блокпостах. Сегодня даже потребность была в лекарствах у ребят, которые тоже патрулируют и охрана одного стратегического объекта. Также наши ребята из, скажем так, более-менее военного спортивного подразделения помогают в охране социальных объектов. Речь идет о детских учреждениях, которые сюда приехали еще до Нового года на реабилитацию. То есть вот помощь оказывается по нескольким векторам, и по ним идет интенсивная работа, вот почти круглосуточная. Помогает в основном, конечно же, бизнес, помогают наши партнеры. Это клуб рестораторов, они готовят еду, ассоциация рестораторов Казахстана. Понятно, что это наши волонтеры, также лидерки из этого, поисковики, наши ребята. Они в поле, все рискуют жизнями, на машинах развозят то, что я до этого, собственно, и перечислила. Вот ситуация сейчас в Алматы, она очень такая сложная. С какими сложностями вы сталкивались непосредственно ваши мобильные группы, которые разводят питание? Ну, в первый же день, когда мы только выехали, понимали потребность у медсотрудников, которые элементарно не могут выехать к себе домой. Они остаются и живут, и ночуют в стационарах. Соответственно, мы никак не могли проникнуть и доехать, и довести гуманитарную помощь, вы знаете, в седьмую больницу, колкоман номер один. Вот. Ребята сталкивались, ну, с чем? С перестрелками, то есть это все опасно для жизни, да? Шальная пуля, она, как говорится, может найти где угодно человека. Уворачивались от шума, опять же, пуль, уворачивались, помогали где-то даже сотрудники полиции, говорили, координировали, где безопасно можно нам как-то ездить. На сегодняшний момент я вам скажу, что как бы не стабилизировалась ситуация, очень опасно находиться на улицах города. Все жители сталкиваются с продовольственными, да, проблемами, никто не может найти хлеба. Спекулируется цена на молоко 1200 за литр. Ну, я извиняюсь, но так нельзя делать. Вот сейчас все просят, чтобы не поднимались цены, но, тем не менее, мы имеем также вот и такие факты. В магазинах лимитируют выдачу продуктов. Вот нам, чтобы даже закупить продукты на наличку, которую нам скидывают наши спонсоры, приходится выезжать в разграбленные где-то магазины и со складов вечером выгружать необходимый объем продуктов, из которых потом делаются горячие обеды. На данный момент вам нужна какая-то подмога? И кто все эти люди, которые готовят горячие обеды, развозят и так далее? Это все обычные граждане, это бизнес. Вот, например, у нас проблема была заправить бензином наши 17 мобильных бригад. То есть вы понимаете, это по 50-60 литров ежесуточно на каждую машину. Я связалась с Макзумом Мирзагалиевым, и нам сегодня смогли устроить 500 литров, обеспечить, и мобильные бригады теперь два дня могут спокойно ездить и развозить еду. Медики благодарят, они благодарят за то, что их не оставили, за то, что они не одни, потому что 4 дня находиться в закрытом вообще информационном вакууме, да, психологическая ситуация очень тяжелая. И это все приходится как-то выруливать, и люди помогают людям. И я надеюсь, что все-таки наконец-то, да, органы местного самоуправления возьмут всю, как говорится, ситуацию под контроль, и давайте ее уже решать. Потому что вот так рисковать жизнями моей команды, наших людей, ну, это, конечно же, до поры до времени. Поэтому мы ждем все стабилизации и мирного неба над головой. Я не знаю, это наш, наверное, гражданский долг рисковать и помогать, но все-таки хочется, чтобы республика сейчас очень, я не знаю, как-то плотно посмотрела на Алмату и оказала ту необходимую помощь, которой мы сейчас все нуждаемся. Да, ситуация действительно в Алматы самая сложная. Но я хочу сказать вам огромное спасибо, вашим волонтерам огромное спасибо. Спасибо. Я напомню, что мы говорили о помощи в это непростое время. Спасибо. Алматыцы со дня на день могут остаться без лекарств. Владельцы аптек бьют тревогу из-за отсутствия доступа к интернету. Провизоры не могут заказать медикаменты у поставщиков. Пока все аптеки работают в штатном режиме, но запаса товаров надолго не хватит, опасаются предприниматели. Все процессы, начиная, допустим, от оформления заявки, отправки его на склад, со склада работает логистика, получает там конечная точка в форме, допустим, аптеки. Это все сейчас не работает, потому что связующим звеном здесь является коммуникация, а именно интернет. Сейчас многие аптеки в мегаполисе открыты, из соображений безопасности лекарства отпускают через окошко, пока реализуют запасы со склада, заказанные еще до новогодних праздников. Но когда они иссякнут, жители города могут остаться без жизненно необходимых препаратов. Когда будет новое поступление, неизвестно. При этом на складах медикаменты есть, а вот в розничных точках уже на исходе. Причина в перебоях с интернет-связью и работой служб доставки. Мародеры и убийцы стараются покинуть пределы Казахстана. Границы закрыты, но злоумышленники ищут обходные пути. Так, по данным МВД, уже удалось предотвратить бегство из страны 300 человек с оружием и награбленными деньгами и ценностями. Также полицейские напоминают о полном запрете на ношение оружия, даже зарегистрированного. Также во время действия режима ЧП нельзя носить с собой кулющие, режущие предметы. В целях самозащиты при себе можно иметь перцовый баллончик. Однако в Карганзинской области предосмотрено одном из блокпостов стражи порядка изъяли ружья и газовый пистолет. Так, во время несения службы сотрудники полиции за перевозку в оружие изъято три зарегистрированных охотничьих ружей и один пневматический пистолет. Если вам стало известно о совершении преступлений и других противоправных действий, просим сообщать о них по телефону 102. В Туркестанской области в Шимкензе задержали несколько групп мародеров, которые бесчинствовали в Алматы. Троих нашли в одной из гостиниц, и у них при себе были 550 тысяч тенге, а также наркотики и брендовая одежда. Еще двоих задержали на одном из блокпостов возле Туркестана. Они шли пешком с сумками, полными фотоаппаратов, золота, смартфонов, ноутбуков и обуви. Они рассказали, что из Алматы приехали на междугороднем автобусе. Также группу мародеров, находившихся в Алматы, обнаружили и в Шимкенске полицейские. Изъяты новые мобильные телефоны марки iPhone 11 Pro в количестве 23 штук и три телефона марки Samsung A25, похищенные из торгового центра Апорт Алматинской области во время беспорядков. Помимо полицейских, в эти дни в сложных условиях работают врачи. В Алматы и в Шимкенсе от рук экстремистов пострадали несколько медицинских работников. Точное число в Минздраве пока не назвали. Однако на свой страх и риск врачи продолжают работать в усиленном режиме. В Шимкенсе врачи рассказали, что 5 и 6 января помимо вызовов на ранения и травмы выросло количество сердечных приступов и гипертонических кризов на фоне стресса и беспокойства. Также увеличилось число панических атак. Однако сейчас, когда ситуация в городе успокоилась, вопреки всем ожиданиям, вызовов стало больше. Так, за сутки в Шимкенске колл-центр регистрируют около 2,5 тысяч звонков. Мы продолжим информировать вас, следите за новостями и оставайтесь с 31 каналом.